Здравствуйте, я рада вас приветствовать на первом дне первой международной арт-резиденции креативных индустрий. Мы сейчас находимся на онлайн-секции по направлению визуальное и изобразительное искусство. Это формат, где можно познакомиться со спикером из России и мира, узнать новое из области современного искусства и креативных индустрий. Онлайн-секция арт-резиденции состоится с 25 по 28 апреля 2022 года. Сегодня только первый день. Можно к нам подключаться на протяжении всей истории и также смотреть лекции в записи. Я как представитель Молодежного центра современного искусства благодарю организаторов. Это и кластер творческих индустрий, фонд креативных технологий «Ульяновская культурная столица». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов и благотворительным фондом «Лазинарка Гранта», в котором он может быть в плане, чтобы поделиться своим творчеством в России. То есть это любой главный фонд. Да, любой главный фонд. Да, счастливый. Это не я. Так, а у вас выключен звук. Я рада передать слово первому спикеру, Алексею Паженову. Алексей, прошу. Да, спасибо большое. Я его случайно уже взял, пытаюсь спасти микрофонный коллапс. Здравствуйте, коллеги и друзья. Спасибо большое, что пригласили. Мне всегда интересно поговорить о чем-то важном. Я делал эту лекцию для конференции в Русском музее, подумал, что она сейчас обрела особую актуальность в связи с разворачивающимися событиями. Поэтому мне кажется, что я с удовольствием согласился. Сейчас попробую кратко запичить. Я думаю, что, может быть, мы быстренько это сделаем в каком-то таком более веселом формате, не очень формализуя. И, кстати, если будут вопросы, то можно сразу меня перебивать и задавать. Потому что мне кажется, что я всегда за формат диалога, а не за формат лекции. Потому что субъект современный, он перестал быть... Он должен быть не индивидуум, он должен быть таким коллективом, сообществом с соединенным алгоритмами условно. Тогда такой коллективный актор становится более... Системно видит мир. Ну и мы видим, что именно вот такие вот малые группы сейчас являются ключевыми, ну как будто новыми субъектами. Вот. Да, так вот. Красота спасет мир в киберпространстве. Собственно, почему, каким образом она это сделает, и почему мы вообще заговорили о киберпространстве. И киберпространство, как новое измерение примерно, в нем со скоростью света передаются данные. Там совершенно другие законы, там совершенно другие связи между алгоритмами. И вот даже появился такой термин, алгокогнитивные системы. Системы, объединенные из совокупности индивидуумов и объединенных алгоритмами. Мы видим, что настолько важной стала вот эта вот алгоритмичная среда, в которой объединяются люди, вот это киберпространство, что мы видим, что все конфликты одновременно очень активно происходят именно в таком киберпространстве. И Инстаграм стал органом чувств, как глазом, таким осязаемым практически инструментом. Поэтому как бы так резко, сильно реагируют на эту ситуацию. Это больше не какой-то конфликт где-то далеко, это прям конфликт на кончиках наших пальцев. И это тоже как бы часть киберпространства, потому что вот, может быть, для нас и людей старше меня киберпространство появилось после физического мира. Сначала физический мир превратился в телефон, в ноутбук, а потом как бы там куда-то. То для Digital Native киберпространство – это часть их, как язык, безусловная часть нас. И объект одинаково значим для них, которые в цифровом и реальном мире, они одинаково готовы заплатить за него деньги, время, ресурсы свои отдать. А при этом киберпространство устроено как… Ну, это тоже способ, ну, языковое пространство. Это развитие дальше филологии, развитие языка, который не принадлежит никому из нас, принадлежит обществу. А общество дальше придумывает языки языков, машинные языки, машинное обучение. Это тоже как бы некие языки, усложненные языки, которые уже понимают вот сами такие цифровые системы, которые тоже на этих языках устроены. Но это все равно сообщение. Сообщение от одного к другому. Я сам филолог, поэтому, может быть, у меня какая-то деформация в этом направлении филологическом, но я понимаю, что вот я так вижу как бы вот эту вот структуру киберпространства сообщения и способы хранения этого сообщения. Соответственно, если раньше у нас как бы вот это вот сообщение держалось в иерархически структурированных системах, там, газеты и книги, которые выпускала какая-то группа людей, условно получающих высшее образование, понимающих как, ну, проходящих долгий путь обучения, работе с книгой, с письменным текстом, то теперь, когда у нас могут писать все, история превратилась из рассказа, ну, каких-то группы экспертных людей в тысячи рассказов, которые придумывают любые домашние историки, диванные войска и как бы куча других людей. И мы оказываемся в пространстве, где нету одного правильного большого дискурса. Теперь как бы очень много децентрализованных сообщений, всех между всеми, и мы таким образом переходим из нарратива в базу данных, мы оказываемся вот в ситуации таких баз данных, но об этом мы сегодня не очень активно будем говорить, мы будем говорить о том, что сообщения включают в себя как бы две части, вот филологи, когда анализируют лингвистику, они говорят о языке как коде, да, как нечто потенциальном, что хранится там в моем мозгу, в книгах, в культуре между людьми. И о речи как индивидуальной реализации вот этого языка. У меня где-то есть структура хранения, а где-то я вот, ну, реализую, конкретно сейчас рассказываю, и речевых особенностей очень много, а язык, он такой интертекстуальный, сложный, как бы, ну, некая база. Так, да, соответственно, мы оказываемся сейчас в ситуации, когда у нас много и языка, и много конкретной реализации этого языка в конкретных речах, у нас как бы очень много вот этой вот информации, мы вклиниваемся, мы видим ее каждый день, мы оказались вот благодаря переходу к этому кивер-пространству под таким давлением информации, что мы от нее отталкиваемся одновременно, да, что нам не нужна лишняя информация, и так слишком много. И одновременно боремся за нее, потому что это как бы наращивание социальных связей, усиление бизнесов, развитие, ну, то есть кто побеждает внимание, кто получает внимание аудитории, тот является успешным предпринимателем или, там, блогером, как бы лидером мнений, ну, там, президентом в будущем, да. Мы все боремся за внимание. И поэтому, вот, как бы, получается, что это кибер-пространство, это всегда пространство конкуренции. И тут, возвращаясь к сообщению, можно вспомнить, что, там, Шкловский говорил о том, в чем особенность именно художественного сообщения, да, потому что, как бы, красота спасет мир, это художественное сообщение. Почему вообще художественность, эстетика становится все более важна вот в таком цифровом пространстве? Потому что эстетика, она как раз и работает. Художественное сообщение — это остранение, это, как бы, такое, ну, вот, Шкловский вел этот термин, пытаясь объяснить, чем художественное сообщение отличается от простого бытового рассказа о том, что вот кто куда пошел. И он показывает, что художественное произведение — это немножко странный язык, странная структура, и оно, как бы, так вот цепляет внимание человека. То есть, грубо говоря, красота — это нарушение автоматизма. И здесь важно два слова — и нарушение, и автоматизм. Автоматизм, потому что это вот как раз код, язык, да, а нарушение — это как реализация в речи каких-то акцент на каком-то, ну, ярком, цепляющем, ну, скорее всего, конфликте, не случайно же говорят, драматургия. В чем драматургия фильма? Да, это акцент вот на том каком-то ярком, эмоциональном, цепляющем, свежем моменте. Вот. И получается, что, ну, в киберпространстве стратегически оно устроено так, что в нем побеждает талант. И на длинных горизонтах он тоже точно победит, потому что он зарифмован с большим количеством вот таких остранений культурных кодов. Да, общество понемножку отфильтрует. Не сразу, может быть, но все равно. Отфильтрует. И вот это вот остранение, нарушение автоматизма объясняет, почему Пушкин, Маяковский хотел сбросить Пушкина с прохода современности. Да, потому что я как ребенок, он как ребенок учился в школе, он знал как бы с детства все стихотворения Пушкина, он знал его наизусть. И как бы это его язык, это его база, которая ему не принадлежит. Это вот та культура, которую в него впитали активно. И дальше для того, чтобы есть два пути, либо ты в этой культуре боготворишь ее и служишь библиотекарем, ну, это случай, если ты в культуре, ты можешь не захотеть в нее погружаться, но либо ты этот библиотекарь, хранитель культуры, либо ты менятель культуры. Если ты менятель культуры, то ты должен ее переплавить, вот этот вот язык, потенциал, которому тебя научили, переплавить через свой жизненный опыт, через свои боли, какие-то личные моменты для того, чтобы убрать автоматизм, для того, чтобы то же самое, может быть, содержание сказать новыми словами, искренними для тебя, твоими личными словами. И в этот момент как бы вот рождается такая гениальность, да, как бы гениально, гений как дух места, да, как бы условно, да, как нечто максимально отражающее остроту времени, да, самых таких интеллектуальных кругов, которых цепляет много кого, и они вот выстраивают такую мозаику культурную. И, ну, почему, как они отфильтровываются? Потому что вот из глубины веков мы видим только этих людей, которые что-то меняли, да, потому что они когда меняют, они же прежде всего в себе меняют, они же этот язык должны в себе реализовать, в речь, в высказывании конкретно лично его, об его личных болях, а не о том, что было с Ромео и Джульеттой, да, потому что как бы это уже давно прошло, и Маяковский там, который просит, там, жмет в этот звонок, он, соответственно, на языке своем об этом рассказывает и достигает того эффекта, что вот становится, меняет язык потомков. Вот, соответственно, это сейчас происходит вообще везде. Мы все снимаем в Инстаграм. Снимали, запрещенная организация. Что это значит? Это значит, что киберпространство стремится скопировать физический мир. Мы как бы, ну, они будут очень сильно гибридизироваться все больше. С одной стороны будет наступать метаверс, с другой стороны дополненная реальность, и как бы мы уже живем в том мире, в котором очень сильно наш мир сдублирован. Да, и для того, чтобы выделяться в таких развитых обществах, в которых не было надлома культур, да, у нас вот культура от 14-го до 21-го века, где-то, ну, больше сохранили традиции, где-то меньше, она так сложно развивается. Поэтому у нас как бы не может быть неконсервативным немножко государство, потому что, ну, такая страна. Соответственно, а в тех странах, где эстетика достаточно цельна, где не было таких надломов, да, там, ну, как там, Франция, там французы, Германия, там немцы, у них более-менее одинаковое эстетическое восприятие, потому что там не мультинационально и исторически они примерно в один контекст развиваются. Вот они все эпоха постмодерна. Да, и у них как бы вот конкуренция получается, начинает выигрывать именно вот такое как бы изысканное, красивое, цепляющее внимание. Ну, разное, конечно, но много вот такой эстетики начинает интегрироваться в продукт и в обычную жизнь, потому что она полностью в киберпространстве, полностью в пространстве удерживания, которое хочет удержать наше внимание. Киберпространство очень хочет, чтобы мы там проводили все время. и оно нас втягивает нашими же как бы возможностями, ну, интеграцией людей в совместную такую алго-когнитивную систему. Вот, поэтому мы оказываемся перед термином эстетик-реалити, который вроде Манович вводит, насколько я знаю, и как бы о том, что корейские кафе, вот он там живет, жил в каком-то году в Корее, и у него там было много, вот он нам показывал какие-то кусочки этой жизни, и мы видели, насколько там красиво, насколько там безупречный вкус, самое обычное кафе. Да, это по факту, потому что там все время приходят фоткаться, там никто не ест и не пьет, грубо говоря, есть и пить, там параллельная задача. Это прежде всего съемочная площадка, за счет этого они выигрывают конкуренцию. Вот. Соответственно, одна часть функции, там, слова современного искусства, это удержание внимания, а вторая – это рисование утопии и описание новой реальности. То есть, может быть, она даже такая более базовая, что ли, функция, потому что вот у Хайдегера была такая теория, он заметил, что слово истина, греческое слово истина, которое вот звучит как «алитейя», переводится как «несокрытость». Лето – это вот река забвения, это вот нечто, что скрытое, а «алитейя» – это нечто открытое, из скрытого, несокрытость. И потом он говорит, что истину начали противопоставлять фальше уже, когда есть подлинное и неподлинное. Ну, изначально в структуре слова, вот, там, в X веке до нашей эры, в XIII веке, или, может, еще раньше, было именно вот, что это «несокрытость слова», как бы для человека, который впервые оказывается в мире неназванным, оно служит называнием этого мира, да, оно создает мир, как бы утопическая функция, преобразующая мир. И вот Хайдеггер, как бы, призывал вернуться уже вот к этому слову, чтобы слово описывало эту новую реальность. И вот сейчас у нас похожий этап. Мы оказались в новом мире, все, все человечество оказалось в новом мире, еще ближе к катастрофе, чудовищный распад, невозможность договориться, невозможность договориться элитам, и отдаленность от элит, которую невозможно практически преодолеть. То есть одновременно у нас появляется искусственный интеллект, неорганический разум, да, который, как бы, ну, вот Хокинг, великий ученый, говорил, что все, точка сингулярности пройдена. Типа шансов на выживание у человечества очень мало, на его взгляд, супермало. И в этот момент нужно вспоминать, да, что вот в начале было слово «искусство», вот в этот момент становится зоной свободного эксперимента, не отражением, да, отражение – это уже слово, которое, ну, позже Аристотель вводит. Он, как бы, это уже, как бы, когда мир был назван, Аристотель говорит, что искусство – это мимисис, искусство – это отражение. Это уже следующий этап. Вот сейчас, как будто нам нужно вернуться на предыдущий момент и увидеть функцию искусства, именно, ну, и… Ну, у нас даже выбора-то нету сейчас. Поэтому современное искусство – это этик реалити. Если вы продолжаете оставаться художником, то вы преодолели уже эстетик реалити. Как бы мы сейчас, нам сейчас нет эстетики, нам необходимо вернуться к реальным катастрофам, которые происходят сейчас. Поэтому у нас есть… Главный вызов стоит перед нами сегодня. Это, ну, точнее, их два, если упростить совсем. Это потери биоразнообразия, то есть экология и экологическая катастрофа. Потому что, ну, вообще все говорят, что шансов успеть все меньше. Потому что там могут начаться очень жесткие изменения, и каждый доклад, который выходит, говорит, что мы все меньше успеваем, и что как бы там это переводит в итоге просто, понимаете, к голоду и к экологическим беженцам. Огромным, там, типа, миллиарды людей. По крайней мере, какие-то эксперты об этом пишут. То есть риски этого уже существуют. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны – это потеря культурного разнообразия, да? Потому что культур тоже должно быть много. Культура должна быть разными, с разными базисными, ценностными историями. Но они должны уметь договариваться и взаимодействовать друг с другом. Потому что без этого они как бы как раз и будут уменьшаться. Тут проблема не только там, ну, их или нас. Тут как бы не мы, не они не могут договориться. И это ведет к потере культурного разнообразия. Это очень опасная история. Спротив этого необходимо бороться. Вот. При этом остается ли вот повестка ESG, которая бы везде была, да, экологическая повестка. И одна проблема, и вторая проблема ведет нас к тому, что... Я просто больше индустрией моды занимаюсь. Поэтому я чуть-чуть здесь вот ближе к индустрии моды расскажу, что, ну, современный там дизайнер, талантливый художник, стилист, да, там, поскольку все междисциплинарно в индустрии моды и то и другое в настоящем высоком как бы уровне присутствует. Присутствует. Мы говорим, ну, ему необходимо призывать к смене моделей, да, как бы моделей потребления. Мы должны пройти, это уже не капитализм, это посткапитализм. Это должно быть что-то циркулярное, капитализм не циркулярный. Да, каким образом выстроить внутри себя другого потребителя, что это должна быть самодисциплина, как-то вообще, может быть, исследовать этот феномен. Можно ли это преодолеть или как бы уже нужно красиво катиться в какой-нибудь катастрофе и не париться ни о чем. Вот. И еще один важный момент – это потеря как бы территориальной связности элиты, да, вот часть очень умных, талантливых людей, моих друзей оказались за границей. Я не хочу их терять, и как бы, и я думаю, что будет очень плохо, если их потеряет Россия, и они потеряют Россию. Поэтому максимально идет децентрализация и выход на, вы знаете, как, выход на такие, ну, на понятие справедливости, универсальной справедливости, да. А понятие универсальной справедливости существует сейчас только через, ну, криптоанархисты, тут может быть слово анархистов смущает, но по факту децентрализованные системы, там, да, криптовалюты, это же все, что это такое? Это потеря доверия к обычной валюте. Те, ну, как бы, все больше денег контролируется все меньшим количеством людей. Это означает, что, как бы, ну, вот деньги как инструмент координации сообществ перестает функционировать, потому что он, ну, отражает интересы очень маленьких групп. И появляются, как бы, другие интересы, появляются какие-то все, что-то там, ну, майнят, какие-то там, ну, как бы, валюты выпускают. При этом они еще на технологии доверия, их нельзя обмануть, они правильно выстроены. Это тоже, как бы, математическая задача, вот математики решили эту задачу, теперь это можно осуществить. И получается, что мы, вот, приходим к реализации той русской мечте о свободе, которая вполне себе достижима в этом пространстве. И выбора у нас по факту нету, мы все равно к ней рано или поздно, ну, как, точнее, мы в этом безусловном направлении движемся. К сожалению, очень болезненно для всех. IT... Ситуация распада глобализации, подрыва доверия элитам, мы можем настроить взаимодействие через децентрализованную систему доверия. Удержать, поддерживать друг друга, делиться информацией, как бы, ну, создавать, ну, какие-то новые ценности внутри сообществ и поддерживать систему ценностей, поддерживать, как бы, вот эти вот взаимосвязи. И вот исследовать эта задача современного художника, который, ну, как бы, когда-то художник был, картины рисовал, потом он начал, там, не знаю, фотографии какие-то там делать, потом, там, не знаю, перформансы, да, которые, ну, вовлекали, нарушали автоматизм, а сейчас он, как бы, сейчас история база данных и искусство тоже база данных. Современный художник, он работает с, ну, вовлечением внимания большой группы людей и в идеале, как бы, дает большое количество форматов взаимодействия между этих людей, как бы, выстраивает эти экосистемы. По крайней мере, это вот тот челлендж, который меня триггерит. Так, а, я еще пару слайдов тут у меня скрытых, да, соответственно, что нужно исследовать художнику сейчас, вот, как мне кажется? Бесконтрольность мировых элит, пузыри и короткие сообщения. Мы перестали видеть сложность мира, мы оказались в очень маленьких историях, и все говорят, ну, вот этот же точно прав, этот же точно прав, потому что за секунду ты можешь объяснить, кто, и отрепостить. В этих маленьких сообщениях мы не можем вообще понять эту проблематику, которая, типа, века проходит, и вот функция искусства эту проблематику развивать, исследовать. Соответственно, ну, проблема в том, что, как бы, и исследовать децентрализацию, да, потому что, как бы, ну, типа, потерю общей территории, те люди, которые уехали, это огромное количество очень талантливых людей, они должны каким-то образом остаться, потому что иначе там будет консул калч, а здесь будет, как бы, распад бизнеса, общей с ними связанных. Вот это вот та, как бы, те страшные вещи, которые нужно пытаться решить, чем? Ну, вот мы решаем это проектированием нового рынка, экологической, социальной ответственности, совместное проектирование всегда, работа с локальным там креативом. отрабатываем, сейчас исследуем технологии доверенного взаимодействия, какие-то на блокчейн, какие-то есть просто на уровне, там, договоров. Вот. Стремимся создать открытую децентрализованную модель для настройки локальных бизнес-экосистем, и вот думаем о том же, что такое этот кибергуманизм, потому что очевидно, что сообщество, ну, люди не могут, оказавшись в маленьких комьюнити, децентрализованно уметь договариваться друг с другом, у них нету, не хватает инструментов, и вот, возможно, что именно алгоритмы, такие скрипты новые, протоколы взаимодействия людей и сообществ людей необходимо сделать для того, чтобы понимать, что вот, уходя в гибридный мир и практически в гибридное существование, да, когда, ну, вот всех у нас будет двойник, который будет облегчать нам, он уже по факту есть, да, у нас есть персональный профиль в разных сервисах, вот этот персональный профиль, как такой, как бы, мой цифровой помощник, немножко копия меня, который может отфильтровать какие-то материалы, помогает мне организоваться, вот сделать так, чтобы эта штука не превратилась в один большой, там, глобальный искусственный интеллект-матрицу и не превратила меня в батарейку, а была, что ли, как-то сбалансирована, интегрирована с ограничениями, но понимаю, что мы все равно в этом направлении идем, и это, видимо, путь живых существ преодолеть, даже индивидуализм и преодолеть, может быть, еще и вот эту вот белковость свою, да, чтобы, говорят, что интеллект должен стать чем-то, что преодолеет белковую, как бы, природу и стать таким... смесью вместе с IT, что ли, с какими-то, с железом и с другой формой организации. Вот, не знаю, надеюсь, что это звучит челленджабл для вас. Спасибо вам, очень интересно. Давайте перейдем к ответам на вопросы. Я видела, что у нас есть вопросы в чате. Давайте. Так, что всего важно изменить в себе, чтобы в новых реалиях быть на острее актуальности? Что сейчас нужно трансферовать, что качественно удерется на фоне остальных? Быть интересным в руке духа времени? Да, ну, вы вообще все классно пишете тут, как бы, и отвечать не нужно. Ну, как бы, вот я сейчас попытался, собственно, весь доклад был о том, что сейчас происходит. Вот сейчас происходит вот такой чудовищный сдвиг всего. И все на грани. И животные на грани, и природа на грани, и человечество на грани. И легко мы можем превратиться в батарейки. Очень страшно должно быть. Но, точнее, очень страшно сидеть без дела. А вот как бы что-то делать, это то, что ты можешь внести. Почему красота спасет мир? Потому что, да, я не ответил на вопрос-то. Спасибо, что задал его себе. Потому что, вот, как бы, Платон, по-моему, говорил о том, что главный принцип устройства мира – это подобие, пропорция. Вот, искали они там всю какую-то золотую пропорцию. Вот, мне кажется, что мы тоже… Ну, красота – это поиск вот этой пропорции и сдвига пропорций, как золотое сечение. Но чуть-чуть выше, как бы, куда-то устремляя. Вот. Да, я вижу, что вы подняли руку. Сейчас я отвечу еще второй вопрос. Что важно сейчас учитывать в эпоху потери культурного разнообразия? Ну, во-первых, нужно научиться, что чужая точка зрения тоже может быть, что точек зрения должно быть очень-очень-очень много. Главное – видеть их последовательную логичность. Вот я к психотерапевту походил, гештальт три года. Очень позволяет понять, что мы все друг от друга очень отличаемся. Мы все инопланетяне. Вот, инопланетяне должны научиться договариваться. Мы не все одинаковые, мы, как бы, по-разному воспитываются. У нас разный язык, и в этом языке разные правды. Как в этом оставаться цельным? Человек, в принципе, не целен. Он состоит из языка, который ему не принадлежит. Вот. Язык не мой и не ваш, как бы. Мы его, поэтому, сталкиваемся с парохода современности, присваивая его уже, как бы, речь там условно или какую-то. Поэтому за цельность нужно бороться. Бороться нужно, устраивая рифмы. Рифмы — это... Сами, наверное, придумаете, что такое рифмы в вашем мире. А в моем мире это вот... Ну, например, я родился на проспекте Героев. Это меня, видимо, более-неволее мотивирует что-то делать. Я, как бы, это вбито на таком уровне, что, ну, типа, и плохо это, или хорошо. Ну, честно говоря, мне кажется, что это хорошо. Ну, как бы, ну, да. Вот. А где можно меня еще послушать? А вот там я вверху скинул ссылку. Мы вам еще скинем ссылку. Можно почитать. Да, Яр. Присоединяйся. Да-да, меня слышно? Да. Да, спасибо большое, Алексей. Я вот не успел добежать до дома, но подключился к вам удаленно. Спасибо большое за ваш рассказ, доклад. У меня такой вопрос. Мы тут разговаривали, говорили про месседж, про сообщение. Ну, в данном случае художники так или иначе в любой, кем бы они ни были, ипостаси посылают какое-то сообщение. И тут очень важно его правильно сформулировать и подать. Четко, понятно, никого не обидеть и так далее. Вот может подскажете и своего в том числе опыта, чем художнику, в широком смысле этого слова, чем ему, за что цепляться, за что смотреть при создании своего послания, месседжа, какими инструментами, они часть звучали, но, может, так еще подведете итогом, может, что-нибудь добавите, какими инструментами пользоваться и какую информацию черпать, чтобы себя прокачать, чтобы свои месседжи были более четкие для зрителя непосредственно, чем руководствоваться. Вот вспоминал просто слово. Ну, я начну с конца, чем руководствоваться. Я вот руководствуюсь опорой на каких-то других чуваков, которые решали какие-то вопросы. Вот там, не знаю, Конфуций, там, не знаю, Пушкин. Ну, какие-то, ну, «Тысяча одна ночь», ну, там, вот какие-то такие штуки. Я читаю, вот Андрей Платонова сейчас недавно перечитывал. На «Истфак» зашел, купил пару книжек про то, как раз, что история перестала быть рассказом, а стала базой данных. Я так как бы, типа, сильно удивился, насколько это изменилось, и что, типа, книжек, которые псевдо, ну, постправда, что их там, типа, в тысячу раз больше, условно, чем книжек, которые не постправда. Здравствуйте. Как в этой ситуации, что в этой ситуации должен делать художник? На мой взгляд, он должен проектировать мир. И вот в какой-то момент средством художника являлись картины, и там, мрамор, условно, и он вот из этого делал. Потом как бы это все стало вторично, он начал телом своим, да, вот перформанс. Почему? Потому что сквозь Марину Абрановичу нужно было пройти, прикоснувшись к ее, не знаю, в чем она была, я не видел, но, может быть, ни в чем. Это яркое переживание, наверное, ну, как бы так, особенно если весь день. Вот. А дальше, ну, для нас тоже было откровением, что средством контакта с аудиторией является не картина, а картина — это способ монетизации, условно, например. Вот, да, как раз вам пас, вот, выпустит картины, как бы сделает мерч, вот, на картинах заработал, на мерч заработал. Типа, ну, для меня это не очень понятно, но... Ну, да, не, ладно. Ну, точнее, это, типа, способы монетизации, а сам предмет сейчас, вот, где выражается это искусство, это жизнетворчество, которое снимается в соцсетях. Вот, если посмотреть на Сашу Чайка, он, конечно, там, отрекся от России, от всего остального, как много кто. Ну, просто мы с ним тут дружили и будем дружить, я надеюсь, хотя фиг знает, но я буду дружить. Вот, они давно, как бы, вот все вечеринки превращаются в какие-то перформансы, они снимают историю, они, как бы, типа, вот, рассказывают об этом, и это и есть формат искусства, потому что в этот момент ты контактируешь с человеком, это можно сделать вот таким форматом. Ну, типа, что не, ну, то есть, что-то, что меняет окружающую действительность. Мы оказываемся в мире, где художник должен менять окружающую действительность. Это может быть разным способом сделано. Вот, я считаю, что мы это тоже примерно делаем, выстраивая критику моды, давая какие-то вот такие опоры в направлении, да, ну, такой взаимной базис. Вот, ну, то есть, жизнетворчество является той средой, которая, в которой художник должен высказываться. Потому что это самый современный жанр, самая современная среда, она больше всего влияет на окружающих людей. Вот, и... И тут, как бы, она так сильно меняется, что, типа, не совсем понятно, на кого смотреть, и все ли, что в Инстаграме, типа, классно, это классно, нет, конечно, да. И, как бы, вот, там, если у тебя миллион подписчиков, и ты расписываешь, там, Довер-стрит-маркет, вот для меня он все равно не становится с великим художником совсем. Я, как бы, ну, так... Я как раз тоже это говорю, так, без обид, ну, в смысле, что это нормальная беседа. Вот, но есть понимание, почему. Потому что все время одно и то же рисуют. Как бы... Вот, поэтому, если говорить о том, на что опираться, это про среду, а, типа, на что опираться? Опираться на вот ту культуру, тот язык, который тебе дали, и на все остальное, личные, личные травмы, личные, как бы, контекст, чтобы сделать его своим, нужно присвоить вот эту историю. Нужно, ну, вычеркнуть из языка все, что не, там, ваше. Да, и вычеркивая все, что не ваше, посмотреть, как этот конфликт будет переплавляться внутри и вот куда-то мучительно ломаться, вплывать, но, как бы, понимая, что это вот про эстетику, а дальше этика, а дальше, ну, а в этике это означает, что нужно произнести новую систему ценностей. Вот тогда вы будете великим художником. То есть, спасибо за ответ. Русскую мечту. Русскую мечту нужно понять. Какого хера? Ну, то есть... Ради чего? Если я правильно понял, то, как бы, нужно просто проецировать через свое творчество зрителю себя, свою личность и вычеркивать вот как раз-таки все, что не твое. Я правильно услышал? Ну, кстати, вот, говоря, кстати, про Пакраса, он к своим картинам обычно просто пишет манифесты, и там на самом деле больше картина, вот, как вы заметили, возможно, просто монетизация, правда, идет, но обычно он вот манифестами высказывает то, что думает. Вот. У него такой способ, как я знаю, насколько я знаю. Люди меняются. Вот мне тут все говорят, что Ким Кардашьян уже адекватно, а вот Сеня Собчак тоже странная была девица, а теперь какая политический активист практически. Вот. Поэтому, ну, люди в разные моменты становятся гениями, но гений — это соответствие вот времени еще как бы. То есть вот этот вот личный рассказ, он должен быть таким личным, ну, и таким общим одновременно, чтобы попасть в боль, ну, вот, герой нашего времени, боль наша сейчас. Вот. Поэтому будем смотреть. Вот. Так. Спасибо. Да. Извините, если я занудно отвечаю. Так. Тут Анна еще спрашивает, да, я задам вопрос? Или как? Просто вы подняли руку? Да, давайте Аня сначала ответим, но потом... Вы призваете ощущение очень цельного человека. Скажите, за цельность надо бороться. Как борете за свою цельность именно вы? В чем секрет? Не какие-то люди, которые пытаются... Ну, я, во-первых, филолог. Я долго думал, как-то что-то странный микс. Ну, вот, как бы, надо сохранять, ну, весь свой... Ну, я научился сохранять весь свой опыт, используя его, ну, полностью от, там, четырехлетнего воспоминания, как я хихикал в детском саду. Ну, я так настраиваюсь на это, да? То есть, если ты сохраняешь все возрасты, то ты становишься, как бы, зарифмован с большим количеством... Ну, зарифмованность, цельность. Это, вот, как бы... Это означает, что, вот, там, условно, проспект героев, там, город Сосновый Бор, вот, люблю сосны. Там... Ну, филолог, соответственно, я вижу в современном кризисе ну, проблему коммуникации, да? Я вижу, что это вот сообщение, что все киберпространство — это сообщение, поэтому роль идеологии сообщения, как бы, рассказа становится такой мощной, в том числе визуального рассказа, и бессознательного там тоже можно, как выражать, бессознательного Инстаграма, его там еще больше, чем, как бы, Фрейд мог бы представить. Оно там еще века будет бродить, и, как бы, влиять, потому что мы стали базой данных. База данных — это коллективное, бессознательное, по факту. Вот, как бы, в какой-то момент народ актуализирует такую историю, какую-то другую. Понятно, что элиты тоже каким-то образом направляют, но это внутри народа тоже каким-то образом живет, отвлекается. Поэтому сложная история. И вот чем больше рифм ты находишь со своим прошлым, с какими-то прочитанными книгами, они как-то дальше начинают тебя подстерегать вообще отовсюду. Я как в защите лужина. Вокруг меня все время какие-то рифмы начинают происходить. Вот. И дальше ты понимаешь, что ты, ну, как бы, в какой-то культуре находишься, в каком-то городе, в какое-то время, ты, ну, как бы с этим выстраиваешь какие-то рифмы, то есть свою позицию, может быть, и становится... Ну, то есть, когда у тебя очень-очень много рифм, там, каких-то продуманных позиций, таких замеченных, случайных совпадений, которые, если ты заметил, значит, они тебя формируют. Ты, когда... Ну, дальше ты начинаешь видеть вот одни рифмы, другие рифмы, они начинают усиливать, 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 и ты, конечно же, ты в пустоте. Вот у Картасара есть такой там его двойник в игре классики, Морелли, такой писатель, который записывает в дневнике фразу «Я рисую дымом в пустоте». Конечно, это дымом в пустоте, но когда начинается много таких рифм, то это дым в пустоте, как, знаете, вот когда по мосту идет рота солдата, они все идут в ногу и попадают в резонанс моста, то как бы мост ломается, потому что количество рифм, выстроенных и зарифмованных при объяснении, при выстраивании произведения, как личных рифм, так и как бы там культурных рифм, еще каких-то, и становится так много, что они как бы начинают обладать огромной силой. И это же и есть, наверное, вот эта красота спасет мир пропорции, рифма, вот. Спасибо. Дальше я еще хотела поговорить, очень прицепила меня отдельная часть, которую вы выделили под экологические вопросы. Дело вот в том, я по первому образованию эколог, и часть вопросов уже очень долгое время меня занимает, и они такие больше социальные, экологические получаются. большая часть населения мира живет, на самом деле, не в самых лучших условиях, и история перехода от чрезмерного потребления к потреблению разумному, это на данный момент большей частью общества, по крайней мере, по крайней мере, с людьми, с которыми я просто разговаривала, в бытовой жизни воспринимается, как такая условная игрушка для богатого, что если большая часть массы населения, даже в нашей стране, вот у нас по данным всяческим, у нас основная часть населения, там, самая большая, это женщина 40-50 лет. Мы же понимаем, что в своем детстве они еще застали лютый дефицит, и эти люди с немного обостренным желанием потреблять, их все еще там популярное выражение внутреннего ребенка радует возможность находить себе в магазине там красивую вещь за доступную цену, и понятно, что вот это удовлетворение личной потребности, какое-то даже закрывание комплексов детства, оно для каждого человека в отдельности, оно важнее, чем глобальная идея экологической перестройки, потому что это сиюминутная радость, это делаешь дети сейчас, они огромный вклад в будущее, и вот со всей этой информацией меня очень давно волнует вопрос, как вы считаете, возможен ли на данный момент массовый переход к осознанному потреблению, или такого вот условно перескочить через ступеньку от отсутствия возможности потреблять к чрезмерному потреблению и дальше к разумному, вот получится или не получится перескочить перепотребление у большей части населения? Знаете, у большей части населения перепотребления и нет, у них голод, отсутствие воды, а вот у миллиарда есть, и у нас в их числе, как бы в каком-то смысле перепотребление по сравнению с Африкой, и очень неразумное использование средств, и не у нас не получится. У нас сейчас будет очень хорошо развиваться секонд-хенд, вторичное потребление одежды, и это очень хорошо, очень правильно, так и надо. Мир входит в ситуацию нехватки ресурсов и одновременно в ситуацию как бы реальных климатических угроз, когда будет все, ну, падать уровень жизни у многих людей. И, к сожалению, у малоразвитых стран там как бы будет и голод, и климатические беженцы, и много чего вообще страшного. Как бы вроде как уже никто в этом не сомневается, просто поскольку сейчас как бы такой ужас, а через 10 лет как бы что там будет, через 10 лет пока не думают, а будет вот как бы совсем жестко, насколько я понимаю, насколько все остальные говорят, поэтому мы перейдем. Можно не волноваться, мы точно перейдем, просто как бы мы перейдем в числе тех, кто создает это, или в числе тех, кто идет, ну, за этим там, условно, пассивно. Мы способны перейти в эту новую модель потребления, создавая ее. и экономия ресурсов, это, конечно, одна из главных задач, которые, ну, есть в принципе сейчас. Нужна другая модель потребления. Знаете, в русском языке слово «начало» и «конец», они однокоренные, вот исторически. Там корень «кен», «кон», можно посмотреть в Яндексе, теперь они в Гугле. И как бы сама модель циркулярной экономики, она, в принципе, возможна. Ну, как бы утопия это или не утопия, покажет время, но такое ощущение, что как бы просто не выжить, если у нас все станет прозрачно, да, мы идем к прозрачности, потому что иначе одни убивают других, то мы будем как бы видеть уровень экологичности каждой вещи, мы будем видеть, как долго она служит, насколько это оптимально сделано. Ну, конкретно я про одежду говорю. И будет увеличиваться срок жизни, повторное ее использование, как бы мы будем разворачиваться в эту экологическую модель, ну, потому что это, в принципе, нормально, это не влияет на качество жизни. Да, я в целом с вами согласна и просто думаю, что это уже настолько крупная проблема, что, конечно, нам необходимо активнее создавать инфраструктуру для ее решения, и я думаю, что здесь важна роль художников, экспертов в модной сфере, в том, чтобы привлекать внимание к тому, что с точки зрения производства все это реально. Я бы даже, знаете, сказал, вот как бы есть два типа художников, одни художники вот такие прозревают как бы что-то новое, и вот это должно быть как бы новая система ценностей, новая конституция, как бы взаимодействие алгоритма и когнитивного, как бы там очень много всего меняется вот в одном направлении, а второе – это те художники, как Баухаус, вот как бы о них же как бы больше всего выставки, а что такое, что сказали Баухаус, какими они были художниками? Они сказали, что в современном мире рисовать картины для богатых, которые будут висеть в салонах, типа, это преступление, нужно делать как бы вещи для массовых людей, как бы менять жизнь, быт, ну вот людей вокруг, а у нас сейчас как бы людям так хреново, наша интеллигенция все-таки не успевает справиться, как бы, ну то есть мы как-то вот все в конфликте, взаимодействии находимся, и не получается как бы выработать некую новую систему ценностей. Ее вот художники и должны вырабатывать, меняя этим окружающий мир. И поэтому настоящий художник как бы для меня, ну то есть да, они разные все, ну и в конце концов зачем меня слушать. Есть вот визионер, прозревающий, ну какие-то надчеловеческие принципы, все равно объединяющие силы у него, да, он как бы должен в такую группу людей, он говорит о себе, но он попадает в ценности большой группы людей, это уже, искусство это уже что-то такое, ну объединяющее начало, особенно сейчас, когда вот идет такой распад. Я был в БДТ, тут в Питере, на пьесе «Губернатор», и там, конечно, очень красиво, ну о том, что, условно, о непротивлении злонасилием, да, о том, что как бы пожалеть, преодолеть, ну как бы не иметь ни одну группу людей, которые, там, как бы, ну, отрицать, как бы, типа, ну можно сказать, что это и христианские ценности, конечно, но я вырос в другой парадигме, мне бы не хотелось ее менять. Спасибо вам большое, очень продуктивно мы провели с вами этот час. Спасибо. Надеюсь, что в записи нас посмотрят еще больше людей и получат от этого такое же, то и большее удовольствие. Супер, два расцифровка тогда, и мы опубликуем это в моем блоге. Выгрузим все на диск, ссылки будут, вам пришлем. Спасибо. Спасибо.